На этой неделе одесситы с тревогой наблюдали неожиданные изменения курса валют. За несколько дней доллар подорожал на гривну. С чем связаны подобные скачки, какое отношение к этому имеет электронное декларирование и безвизовый режим, узнавали наши корреспонденты. 25,5-25,7. На такой отметке по отношению к доллару остановилась гривна на этой неделе в официальных пунктах обмена валют. За неделю полторы курс национальной валюты скакнул едва ли не на гривну. Что послужило причиной валютных колебаний после нескольких месяцев затишья, здесь эксперты расходятся во мнениях. Перечисляют несколько факторов, в том числе связанные с Россией. Сельское хозяйство, конечно, эксперт мы видим, но конъюнктура рынка сегодня очень благоприятна, то есть зерно несколько ниже, чем когда-то были. Первая фундаментальная причина связана с взаимоотношениями между Украиной и Россией. Несколько дней назад обострилась ситуация на границе между, административной границей между Украиной и Крымом. И появилась реальная опасность того, что начнется полномасштабная война между Украиной и Россией. По мнению Сергея Якубовского, влияние на падение гривны мог оказать скандал с введением электронного декларирования. Согласно договоренности с Европой, современную систему должны были внедрить в Украине до 15 августа, как одно из условий для предоставления в будущем безвизового режима с ЕС. Электронное декларирование подразумевало регистрацию доходов чиновников и госслужащих, при которой они должны были указывать все источники заработка и большую часть своих активов. В случае, если между зарегистрированными данными и реальностью будет несоответствие, а в размере свыше 250 минимальных заработных плат, около 300 тысяч гривен, для чиновника предусматривалась уголовная ответственность. Однако система воспротивилась такой реформе. Оказалось, что программа декларирования не прошла сертификацию в Украине, и поэтому данные электронного реестра нельзя использовать как доказательство. Появилось письмо послов всех стран Европейского Союза с жестким требованием все-таки внедрить реальную систему электронного декларирования имущества украинских госслужащих. И аналогичное письмо со стороны руководителя, директора-распределителя МВФ о том, что пока эта система не заработает в полноценном режиме, никаких новых кредитов для Украины не может идти речь. Если ведут электронное декларирование, примут еще какие-то законы, которые внешне будут похожи на реформаторские, то Украина получит где-то миллиард 700 миллионов от МВФ и, наверное, где-то один миллиард от США и столько же от Европейского Союза. То есть где-то до конца года может получить 3,5-4 миллиарда долларов. Экономисты Эдуард Каража считают, что в нынешних скачках гривны ничего сверхъестественного нет. Нацбанк перестал удерживать курс, и он плавает в прямой зависимости от рынка. Если ситуация в Украине будет более-менее стабильной, то до Нового года значительного роста стоимости валюты экономисты не прогнозируют. В пределах 26 гривен за доллар.